Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Людмилу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Людмилы поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Да, мы на месте. Хорошо, даю команду. Скеннер отключает эту голограмму полностью. Все чипы, датчики, импланты, сопутствующие энергии вместе выходят с этой голограммы и отправляются в клетку-тюрьму. Полностью подключена к ней руки, ноги, шея и голова в области виска, на уровне висков и по кругу, по голове. Сейчас будем разбираться. Готово. Хорошо, отправляю в клетку-тюрьму. Итак, Людмила, мы приветствуем вас, интересуемся, готовлю к проверке, доверить ли вам свое биополе на период сеанса. Доверят, да, в ней какой-то положенный свет от этой голограммы в нее пошел. И он для нее, как я, да. Он присутствует там? В ней. Включаем внутренний белый свет Людмиле. 1, 2, 3. Внутренний белый свет нам выдалит из себя этот весь белый свет. 1, 2, 3. До последней частицы все выходит. Формируется перед ней в шар и, как закончится, отправляется в клетку. Она его за ангельские энергии приняла. Добро пожаловать в ловушку. Хорошо. Свет, шар и голограмма. Кто же вас так обманул, Людмила? И я даю команду скэнеру на 4. Скэнер сканирует пространство над головой Людмилы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Людмилы. Находит все. У меня внутри головы еще какой-то прибор. Хорошо. Даю скэнеру команду. Скэнер отключает этот прибор полностью до последнего чипа датчика импланты и конвектора. И этот прибор летит в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Сколько у нас каналов? Посмотри. У нас один канал. Один канал. Ящер. Ящер. Больше никого? Из интерферентов никого. Считай цифры у этого паразита над головой. 605. Хорошо. Что ты здесь делаешь, ящер? Кто тебя звал? Кто тебе рад? Ну, не знаю. От него какая-то глупая информация идет, что она жертва приношения, которую он похитил. Он жертва приношения. Хорошо. Жертва приношения. Ставим маячок зеленый-красный, если это органический. Зеленый, если нет, красный. Если робот красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Отлично. Выстраивай канал от ящера к другим ответственным, если таковы и есть. 1, 2, 3 и притягивай в клетку-тюрьму. Ему гуманоид помогал устанавливать. Гуманоид с ним связан силами его намерения притягивай этого гуманоида, стоит в клетке-тюрьме. Мой заложник. На месте. Отлично. Хорошо. Вы готовы сегодня быть уничтожены? Оба паразита. В моих руках появляется шар живой плазмы. А гуманоид говорит, что я ни при чем. Я не оставил свой след здесь. Ты вошел в это биополе. Тебя кто-то приглашал? Выбирай шар. Нет, его не приглашал. Отлично. Гуманоид получает удар. 500 тысяч герц. Удар для разминки. Ну, ему неприятно. Он говорит, что не делай у меня дырки. Непробиваемые поля. Да? А ты пробивал ее поля? Я установил конструкцию на легкое добычу. Ты пробивал ее поля, устанавливая свою конструкцию гуманоид? Да. Все. На этом меня больше, уже больше ничего не интересует. Ты преступник, будешь наказан сегодня. Чем я тебе уже показал? Вплоть до уничтожения. Если Людмила скажет уничтожить вас, каждый из вас получит живую плазму. Она хозяйка своих энергий, хозяйка своего биополя. Вы вошли без ее разрешения. И мы сегодня будем разбираться. Обращаясь к ящеру. Ящер, объясни мне насчет жертвоприношения. Что ты там такое там сказал? Какое жертвоприношение? Она мне нужна для ритуала. Хорошо. Ты сегодня попал, к сожалению, на мой ритуал. Поэтому сегодня ты будешь принесен в жертву. Во благо других. И начинаем с реверса энергии, потому что это бесконечная будет история. Я уже знаю, куда она вытекает. Я командую тонкой копии Людмилы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраивается канал к свету, к голограмме, к этому прибору. Я командую тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогены и низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Людмиле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в сто раз. Посмотри, пожалуйста, что возвращается. К самой голограмме возвращаются как разряды молнии. Вот эти подключки, которыми она подключалась, голограмма к ней. Они разряды давали и спускали туда вот этот шар негативно, меняя ее на ее ангельские энергии. И вообще в этой голограмме все, что хочешь. Там как ее память, ее жизнь записана за последней. Забираем частицы. Хорошо, возвращаемся. Отдаем все назад. Сколько находился ящер в биополе? Он говорит 28 дней. Сколько находилась эта конструкция в биополе? 32 дня. Два дня? 32. 32 дня. Понятно. Хорошо. Этого достаточно. Ждем окончания реверса. Готово. Сценали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Людмила забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Пошел процесс. Ну, это все в голограмме. Из голограммы все это идет. Из голограммы. Хорошо. Они как ее полностью проецировали. Это как голограмма, как скэнер, я бы сказала. Она всю полностью ее жизнь сканировала туда за последний месяц. Делая ее внутри этой голограммы. Роживляя. Людмила, я обращаюсь... Ее энергиями. Понятно. Людмила, я обращаюсь к вам. Вы как... Можете объяснить вот это присутствие ящера, гуманоида, конструкции? У вас есть какое-то объяснение, мнение по этому поводу? Я молодая ангельская душа. Вполне возможно, что я спутала ангельский свет. Очень мне нравится развиваться. Ну, хорошо. И, наверное, сделала ошибку. Ну, я вам скажу, ошибка очень серьезная, потому что сущности сидят какие-то очень серьезные. Они защищены ангельской энергией. Это очень такая вещь опасная. Ну, как же мне защищаться? А вы вообще... Наш сеанс. Помните, когда мы вас чистили? Вы себе выставляете меркабу. Все делаю. И негатив сбрасываете. И заправляетесь. И манифест читаете. И манифест читаете. И как же тогда получилось? Может, намерения не хватает? В чем проблема интересна? Не распознала чужие энергии, запустила. Ничего. Сегодня придет ваш куратор Стелла и объяснит нам обязательно эту ситуацию. А сейчас мы ждем окончания реверса. Он закончился. Отлично. Хорошо. Так. Даю команду скенеру. Скенер сканирует еще раз Людмилу на частотах ящера, на частотах гуманоида и их конструкции, голограммы, прибора и света. Один, два, три. Если что-то есть, скенер выдавливает это все из ее биополя. Мелкие частицы уничтожает на месте. Все энергии выходят. Формируется все в шар. Вместе с чипами и датчиками, если еще таковые остались. Ничего нету. Никакого шара. Скенер сжег все, что осталось. Молодец. Отлично, скенер. Откуда это гуманоид? Сириоз или Орион? Сириоз. Ловец душ, да? Охотник за легкой добычей. Вот вид для меня легкая добыча. Закончилось. А ты думал, ты крутой. Оказывается, нет. Отлично. Рассинхронизация закончилась. Включаю внутренний биосвет Людмиле. Один, два, три. Этим светом нам выдавливает из себя все негативные патогены низкоэббрационной остаточной энергии, находящейся в ее биополе. Один, два, три. Все эти энергии выходят, формируются в шар. Ну вот сейчас она говорит, я знаю ее ответ. Я могу этой командой выдавливать чужеродные энергии. Верно. И она это делает. И вот выходит небольшой шарик чужеродных энергий. Отлично. Открывается под ним портал, галактическое ядро. Этот шарик уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Мы проверили ее. Она чистая, но она держит вот эти энергии, принимая их за свои. Когда она дает команду, они выходят. Хорошо. Эти энергии в ней находятся еще? Нет. Все, что выдавили, это и было. Хорошо. Проверка, значит, прошла. Да, она чистая. К Людмиле, помогая моей энергии, сделать импульс высокий, аббрационный шок-удар и отстегнуть на счет 3 все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар, отлетают каналы. Открывается воронка в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь ситуация. Гуманоид Сириус установил конструкцию, голограмму, приборы, все остальное, свет, еще какой-то шар в голове был у человека. На это пришел наготовый ящер, который мне рассказывает какие-то истории о жертвоприношении, что она выбрана жертвой и для ему эти энергии нужны. Ты не могла бы мне эту дичь как-то объяснить? Потому что вообще гуманоид Сириус. У ящеров есть свои маги. Гуманоида и ящера мы соберем все остальное уничтожать. Ходим разбираться на месте. Благодарю тебя. И под светом, шаром со светом, голограммой и этим прибором открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Их забрали тоже. Так легче вам сейчас, хорошо, Людмила? Да, я чувствую легкость. Вернулась в свои энергии. Хорошо, Людмила, мы закончили вашу проверку. Вы чистая. Сейчас будем приглашать сначала вашего куратора. Вместе с куратором поднимемся на уровень вашего высшего «я» и зададим ваши вопросы. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратору Людмилы, куратора Стеллу. Приглашаем в нашу комнату диагностики. Рада приветствовать вас в этой комнате. Взаимно. Снова видеть. Очень рады вам. Приветствую. Стелла, мы пригласили вас. Людмила захотела задать 10 вопросов своему высшему «я». И я хотел спросить, будете ли вы так любезны сопроводить нас в этой замечательной поездке на уровень высшего «я» с Людмилой? Я благодарю за оказанную честь. Я с превеликим удовольствием поднимусь на седьмой уровень высшего «я». Стелла, еще позвольте вам перед тем, как мы поднимемся, задать вам один вопрос, связанный с сегодняшней проверкой. У нас такое сложилось мнение, что Людмила как-то перепутала ангельский свет с другим светом. Она работает над собой, мы это видим. Она заправляется, она читает манифест, она укрепляет свои намерения. Но где-то что-то пошло не так. Вы не могли бы какой-то ей дать совет или как-то объяснить для нее эту ситуацию на будущее? Нам бы хотелось очень ей помочь. Все заложено внутри вас. Как вы знаете, нужно ставить под сомнение любую информацию. Людмила развивается, ищет новые пути и связи. У нее возникает много разных вопросов. Но самое главное — это внутри себя нужно развить состояние определенного разумного сомнения, где ты анализируешь любую информацию и ситуацию. Закачиваясь энергиями, ты должна понимать, откуда они идут и какие. Внутренние силы, стержнем и своей волей ты должна чувствовать подвох и не принимать все за чистую монету, как вы говорите, светлых и ярких энергий. Именно на это рассчитывают интерференты. Благодарю вас, уважаемая Стелла. Это замечательные слова, лучше не скажешь. Больше вопросов нет. Все понятно. Хорошо, переходим к приятной части нашей встречи. И, Вера, бери тогда сейчас Людмилу. И я, Стелла, ты и Людмила. На счетри поднимаемся. На седьмой уровень высшего. Я, Людмила. Один, два, три. Пошел подъем. Информация идет, не надо никого брать. У всех есть крылья. Мы на месте. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг представится. Глаз на своему эфирному коду ДНК. Это седьмой уровень высшего. Отлично. Хорошо. Мы приглашаем к нам выйти. Высшее я, Людмила. Уважаемая высшее я, Людмила. Вы, уйдите, пожалуйста. Мы хотим задать вам пару вопросов. Это женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем вас, уважаемая высшая я, Людмилы. Меня зовут Влад. Это Виктура. Рядом стоит Вера, Людмила, ваша частичка и куратор Стелла. Мы решили нанести вам сегодня визит по поводу того, что Людмила изъявила желание задать своему высшему я 10 вопросов. Будете ли вы так любезны, уважаемая высшая я, Людмилы, ответить на эти вопросы. Если можно, представьтесь, пожалуйста, как там к вам обращаться. Приветствую вас. Я ожидала этого визита. Можете обращаться ко мне. Агия. Агия. Прекрасное имя. Приветствуем вас, уважаемая Агия. 10 вопросов ваша частичка захотела задать вам. Можно начинать? Это прекрасный и интересный опыт. Видеть вас здесь и отвечать на вопросы сама себе. Да, пожалуйста, начинайте. Благодарю вас. Начинаем с приветствия. Огромная благодарность моему высшему я. Первый вопрос. Все кураторы или друзья, которые приходят и отвечают на вопросы, говорят об ангельской энергии, что вы не понимаете вашей силы. Могла бы ты рассказать об этой силе ангельских энергий? А что тут рассказывать? Ангельская энергия – это твоя суть. Энергия твоей души и твоей воли. То есть ты сама. А что ты можешь делать сама? Защищать себя, излечать себя, выдавливать. Все чужеродное, включая эмоции, негатив и чужие энергии. Ангельская энергия проходит по всем твоим чакрам, как позвоночник в биороботе. Именно так ты можешь представлять, как толп энергии, но этот столп живой. Силой твоего намерения и своей воли ты расширяешь, сужаешь его, выталкивая из себя все негативное и постороннее. Также ты можешь расширять свой стержень за пределы биоробота, защищая себя. Но твое намерение должно быть сильно, и сила духа должна быть, как бы это сказать, не сильной, а осознанной, понимающей, что она делает, до каких размеров, от кого защищается и какое отторжение идет. Думаю, я ответила на этот вопрос. Абсолютно. Я благодарю вас, уважаемая Агия. Я здесь напрашиваю слово «визуализация», и, как уважаемая куратор Стелла сказала, определенная доля скепсиса, недоверия, проверки. И когда мы это все проходим, у нас туда же появляется это убеждение. Я это просто раскрыл для Людмилы ваши мысли, если позволите. Благодарю вас. Я бы еще хотела добавить… Пожалуйста. …что доля скепсиса должна быть 30-40%. Вы забываете о том, что вы имеете такую же силу на Земле, как и мы здесь, силу души. Да, у вас скрыты определенные знания и стердопамять, но сила души остается такой же. Пусть и ее немного, пусть она маленькая, но для этого вы и на Земле, чтобы осознанно изучать, тренироваться, распорядить и переходить на другой уровень развития. Только изучая, понимая знаки вокруг себя, вы можете собирать свой, так сказать, багаж души и укреплять свой стержень. Благодарю. Какие замечательные слова, уважаемая Агия. Я благодарю вас за это дополнение. С вашего разрешения я перехожу ко второму вопросу. Он связан с первым вопросом. Как правильно использовать эту силу? Речь шла об ангельской энергии. По-моему, на него я тоже уже ответила. Как правильно его расширять и защищать. Так и есть. Еще раз повторю важное замечание, что вы имеете такую же силу и не надо принижать себя на Земле. Наоборот, мы находимся в своей стихии, а вы проходите свой определенный опыт и более уязвимы. Но это не значит, что вы менее сильны духом. Благодарю. Благодарю вас, Агия. Третий вопрос. Кроме друга Стеллы, есть ли у меня учитель или наставник? Наставник и есть Стелла. По-другому это твой куратор, но так как мы ангелы, мы предпочитаем называть друг друга друзьями, так как мы одна семья. Благодарю вас. Можем дальше проходить? Или вы хотели добавить что-то? Пока этого достаточно. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Моя болезнь, что это было? Опыт. Вышла со строя вся нервная сетка, мышцы были на спине как цемент, и врачи говорят, что я здорова. Можно назвать это опыт, как ты говоришь. Опыт доверия. Не анализы, не сомнения. Глупое доверие и принятие всего, что тебе дают. Можешь назвать это опыт. Хотя такой опыт ты могла бы избежать. Но не получив его, ты бы не научилась. Речь идет о подключке, да, которую мы убирали об этом сейчас? Именно. Я понял. Хорошо. Это действительно так можно назвать опыт, которого можно избежать. Это самые правильные слова здесь, произнесенные, потому что так все есть. Стелла уже заметила. Все в свой разный уровень развития. Кому-то нужно пройти такой опыт, чтобы понимать и развиваться дальше, откладывая, как я уже сказала, откладывая ситуации и ответы в свой багаж. Благодарю вас. Можем переходить к следующему вопросу? Можем. Пятый вопрос. Слушая сеансы Влада и Веры, это о нас, узнала, что ангельские души могут общаться, обращаться к любым ангелам и архангелам за помощью, по необходимости. Как правильно делать обращение? За какой помощью? Здесь она не указала. За помощью, по необходимости. Это очень обширная тема. Архангелы занимаются и помогают в определенных ситуациях, и у них свой определенный уровень и предназначение. Ангелы, как я уже сказала, мы все одна семья, но мы не выполняем все просьбы, поэтому мне было бы интересно, если бы ты уточнила вопрос. Третье, я уже сказала, что вы на земле более уязвимы, но ваш дух такой же, как у нас здесь, на наших уровнях. Развивайте, расширяйте его, и вы заметите, что вы сами себе в силах помочь в большинстве ситуаций. Но вопрос был, как связываться. Я скажу заранее, никто не любит, когда просят. Ни ангелы, ни архангелы, ни высшие слои. Поэтому нужно четко объяснять ситуацию и правильно ставить вопрос или утверждение. Почему тебе это нужно? В чем причина? Что конкретно ты просишь? Если ты сделала все в определенном вопросе, который ты задаешь или просьба, то ответ придет через какое-то время, ситуация разрешится. Но если ты просишь по любому поводу десять раз в день, каждый день, то, что ты сама не пыталась или пыталась не до конца, твой ответ не будет услышан, твой ответ будет игнорирован. Замечательный ответ, уважаемая Агия. Я благодарю вас. Во мне и до каждого ваше слово отзывалось. Мой учитель Архангел Ханил мне рассказывал, как эти молитвы доходят до архангелов. Он рассказывал, что эти энергии проходят слои сначала ангелов. И если какой-то ангел считает себя компетентным решить этот вопрос, он помогает. В определенных случаях и с очень большим намерением молитвы доходят и до архангелов, минуя все эти слои. И тогда архангелы вступают в дело. Но, как вы и правильно заметили, безусловно, никто не любит, когда к ним по десять раз в день обращается с какими-то просьбами. Все все-таки рассчитывают на какую-то самостоятельную работу души. А поддержка, она всегда присутствует. Только надо конкретизировать, что ты хочешь в конечном итоге получить. Совершенно верно. И еще главный момент. Что прежде, чем что-то просить, нужно подумать, все ли ты сама уже сделала для этого, чтобы то, о чем ты просишь, сбылось. Я благодарю вас, уважаемая Агия. Я бы хотела добавить еще. Я ответила в общем на этот вопрос, так как ответ был задан в общем. Но конкретно я бы хотела напомнить, что у тебя есть твой друг и куратор Стелла, к которому ты можешь обращаться и получать свои подтверждения знаками вокруг тебя. Очень хороший совет. Благодарю вас, уважаемая Агия. Переходим к следующему вопросу. Он касается прошлой жизни. Шестой вопрос. Прошлая земная жизнь. Расскажи, пожалуйста, кем мы были? Мы жили в Турции в 1542 году. Дочь торговца. Как и на сегодняшний день, в те времена Турция торговала разными товарами, так как был развит морской порт. Ты, Илья, была женщиной, красивой, высокой. Итальянцы, посетившие Турцию по государственным делам. Один из них увидел тебя в лавке твоего отца и был поражен твоей красотой. Отец дал разрешение на ваш брак, и ты переехала в Италию. Двое детей. В общем-то, вполне счастливая жизнь. Замужняя жена. Все время проводилась с детьми, образовывая их, изучая языки. Умерла в 48 лет от болезни. Вот, в принципе, вкратце. Благодарю вас. Прошлая жизнь. Она посвятила себя семейным хлопотам и заботам, и семейное гнездо, я так понимаю, было самым главным в ее жизни в прошлое. Воспитание детей. Какой опыт она получила в той жизни? Самый важный. Самый важный опыт – это опыт в любви и взаимопонимания. Но также остался отпечаток переезда из одной страны в другую, из колорита в Турцию, в Европу, где совсем другие законы. И культура. Культура, религия. Все верно. Даже на тот момент. Благодарю вас, уважаемая Агия. Вы закончили с этим вопросом? Благодарю. Переходим к следующему вопросу, с вашего разрешения. Седьмой вопрос. Что нужно еще понять или исправить для развития моей души? Акцентируй, пожалуйста, что исправить. Я прошу прощения. Приведущий вопрос затронул мои вибрации. Понимаю. Речь о вас, в конце концов, идет. И спустил меня воспоминания. Мне нужно собраться, чтобы услышать следующий вопрос и сконцентрироваться. Повтори, прошу тебя. Пожалуйста, без проблем. Седьмой вопрос. Что нужно еще понять или исправить для развития моей души? Акцентируй, пожалуйста, что нужно исправить. Защиты. Тебе нужны защиты. И нельзя принимать все, что ты получаешь. Я имею в виду информацию. Доля разумного сомнения должна всегда быть внутри тебя. Для этого ты можешь находить другую информацию, другие источники и сравнивать. А главное, твой внутренний стержень, который всегда даст правильный ответ. Скажу по-другому. В биороботе это сердце. Сердце всегда подскажет. Резонирует. В нашей душе правильная информация, а неправильно мы это чувствуем. Возможно, так и будет более понятно. Я благодарю вас, уважаемая Агия. Очень интересный ответ. Вы закончили? Да. Я перехожу к восьмому вопросу. То, что Высшее Я желает посоветовать лично от себя. Правильно было. Что Высшее Я желает посоветовать лично от себя. Самому себе. И я вам, наверное, зачитаю девятый вопрос. В каком направлении мне нужно развиваться, потому что они взаимосвязаны между собой. Восьмой и девятый. Как вы считаете, Агия? Потому что мы сейчас будем повторяться просто. Пожалуйста, прочитай. Восьмой вопрос. Что Высшее Я желает посоветовать лично от себя? Дальше. Девятый вопрос. В каком направлении мне нужно развиваться? Я отвечу по порядку. Пожалуйста. Мне будет приятно, если ты будешь развивать свой диапазон знаний о душе, о ее развитии, о ее свете и возможностях защиты. Если ты будешь раздвигать грани информации, присутствующей на Земле, мне будет приятно, если твоя душа, моя душа, будет искать зерницы истины в информации, данной на Земле. Ее очень много и становится больше и больше каждый день. Я бы хотела, чтобы ты могла вырасти духовно на Земле. Это приведет меня к новому уровню осознанности и другому уровню высшего Я для тебя. Мне трудно это объяснять. Я скажу просто, я перейду седьмого на восьмой уровень благодаря тому, что моя частичка в виде тебя развивается и интересуется духовным спокойствием, развитием, балансом, продвижением. Теперь, пожалуйста, зачитай девятый вопрос. В каком направлении мне нужно развиваться? Здесь мне немножко непонятно. Если это касается духовного развития, у вас много книг и духовных практик в виде йоги, цигуна. Это более простые. Есть усложненные. Также к простым практикам относятся практики дыхания. Если же этот вопрос был о земной жизни, то это твой выбор. Я лишь могу напомнить, что выбирай сердцем. Это и будет мой ответ. Замечательно. Благодарю вас, уважаемая Агия. Если мы с этим вопросом закончили, мы можем переходить к последнему, десятому вопросу. Научи, как притягивать нужные события и нужных людей. В скобках стоит очень нужна работа. Такой вопрос. Ты притянешь ли то, на что ты готова и то, насколько твои вибрации кожи с людьми, которых ты притягиваешь, а также с событиями? Повышая свои вибрации внутри себя, я объясню, что это значит. Ты раскрываешь диапазон общения, то есть люди с высокими вибрациями, повышенными, скажем так, начинают чувствовать твои вибрации. Я объясню. Повышение вибрации, это не значит, что ты задала определенную цифру и повысила свои вибрации. Это может навредить тебе. Ты берешь ту цифру, к которой ты готова. Дальше эту цифру нужно удержать, не спускаться в своих эмоциях и реакциях, понижая свои вибрации. Следующее. Вибрации повышаются с получением знаний и информации. Чем больше ты интересуешься, тем больше ты раскрываешь границы для себя. Бывает позитивный и негативный опыт, но это опыт, через который ты перешагиваешь и идешь дальше, и идешь дальше с более осознанной душой. Не всегда опыт бывает положительным. Иногда нам нужно получить отрицательный опыт, чтобы в следующий раз не делать эти ошибки. это и есть ваш багаж, это и есть ваш опыт, это и есть то, что повышает ваши вибрации, это и есть то, что вас сталкивает с правильными людьми. Иначе без прохождения опыта вам будет не о чем поговорить с людьми с более высокими вибрациями, которых вы можете притянуть. Надеюсь, я понятно объяснила. Благодарю. Очень понятно. Благодарим вас, уважаемая Агия. Осталось зачитать благодарность от всего сердца моему высшему Я. И уважаемая Агия, у нас есть очень добрая традиция каждому куратору, каждому высшему Я, с которым мы встречаемся, мы всегда делаем один очень определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется самая большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение высшего Я, Агия, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту прекрасную встречу, за ее ответы, за помощь и просто добрые воспоминания. Благодарю вас за этот подарок. Этот подарок еще раз напомнил мне о жизни на земле. Это так сентиментально. Замечательно. Прекрасно. Благодарю вас. Благодарим и мы вас. Примите на этом месте искреннюю благодарность еще раз от Людмилы за вашу помощь. Также от меня, от Веры и от куратора Стеллы мы закончили и будем возвращаться сейчас назад. Желаем вам всего наилучшего и скорейшего подъема на следующий уровень высшего яя. Я бы хотела еще поблагодарить вас за этот прекрасный опыт общения с собой. Да, он действительно прекрасный, но он очень помогает и мы сегодня, я думаю, очень многие вещи заложили хороший фундамент этой встречи. Я уверен, Людмила будет дальше развиваться. Благодарим вас, уважаемая Агия. Я бы хотела еще напомнить Людмиле, что ангельские энергии это родные энергии, это, как я уже сказала, и есть ты. Разжигай эту искру, чтобы сжечь все болезни. Ты можешь излечать себя этими энергиями. Благодарю вас за эту встречу. Взаимно. Всего наилучшего. Благодарим вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. И мы покидаем это место. Желаем, посылаем нашу эскизную энергию благодарности. И на счет три, ты, я, Людмила и куратор Стелла возвращаемся в нашу комнату диагностики. Один, два, три, полетели. Мы на месте. Отлично. Уважаемая Стелла, как вам наша встреча? По-моему, замечательно. Прекрасная встреча. Мне осталось зачитать слова, которые к вам написала, вам написала Людмила. Энергии, любви и благодарности моему другу Стелле. имя переводится с итальянского как «звезда». Вот и ты, моя звезда. Благодарю тебя за подсказки. Когда я зеваю, я знаю, что ты меня слышишь. Прекрасно. Я благодарю тебя за твою благодарность. Я бы хотела заметить еще один момент. Когда ты зеваешь, тебе накоплен негатив. Я слышу всегда тебя. Благодарю вас за эту информацию. Наша традиция вы знаете. Стелла, Верочка, появляется большая корзинка в твоих руках с самыми вкусными спелыми ягодами на земле. Один, два, три. Мы передаем куратору Стелле. У нее много друзей в ангельском мире. И наверняка она захочет кого-то угостить. И на добрые воспоминания. Как всегда, не прощаемся. Благодарю. Я бы хотела добавить, что есть и другие знаки, которыми я показываю свое присутствие и одобрение. Когда ты зеваешь, это более, я бы сказала, отрицательный знак. То есть, это то, что было совершено нападение или от людей, или от интерферентов. Поэтому, постарайся сосредоточиться и выдавить из себя все негативные, патогенные, чужеродные, низковоборационные энергии. Энергии. Благодарю. Открыть портал в галактическое ядро, скинуть этот шар и обязательно закрыть портал в галактическое ядро. Мы должны это сказать, потому что... Эти данные есть на Земле, поэтому я не заканчиваю. Еще раз на этом месте искренняя благодарность. Привет ангельскому миру. Мы рады всем, кто к нам придет. Передавайте привет кураторам. Таково достучаться. Добро пожаловать. Поможем. Чем сможем. Благодарю. Все умное и лучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Мы закончили. Людмила, вы получили ответы от своего высшего я, от своего куратора. Вы хотите что-то сказать? Да, я хочу сказать. Я вся свечусь изнутри. Отлично. Моя дорогая высшая я обняла меня и слилась со мной перед тем, как мы покинули седьмой уровень. Это великолепное чувство. Я чувствую эту искру внутри себя. Энергия разливается во всем моим тонким телам и выходит за их границы. Благодарю вас за этот опыт. Во благо. Защищайте эти энергии. На этом месте мы хотим добавить. Работайте над собой и примите все поправки, которые вам высшее я и Стелла сказал. Это очень важно. И все будет хорошо у вас. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать Людмилу назад. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Людмилы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подием. Редактор субтитров А.Семкин